Добрый вечер, это программа Город С и я Елена Чернявская. Сегодня профессиональный праздник День юриста, который ежегодно отмечается 3 декабря. Исторически профессия юриста в России является престижной, но в то же время связана с огромной ответственностью. Не так много найдется в мире специальностей настолько ответственных, уважаемых и почетных, и одновременно настолько сложных, как юрист. Чтобы стать хорошим специалистом, нужно выбирать профессию, которой тянется душа, чтобы в процессе будущей трудовой деятельности не пожалеть о сделанном выборе. Давно известно, что успешным становится только тот, кто предан своей профессии и идет на работу с хорошим настроением и стремлением достичь поставленных целей. Именно с такой гостью я сегодня буду беседовать в программе Город С. Я пригласила в студию известного и ведущего адвоката в Самарской области Ларису Такидзе. Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, Елена. Ну что же, с праздником, Лариса. Желаю вам всегда отстаивать только справедливость, и чтобы закон был всегда на вашей стороне. Спасибо большое. Я также желаю, чтобы закон всегда был уважаем и правоохранительными органами, и чтобы он служил интересам людей. Ларис, расскажите, пожалуйста, о своем пути юриста. Почему вы выбрали именно эту профессию? Ведь, как я сказала, повторяться не буду, она очень сложна и, конечно же, ответственна. Я решила стать юристом, а именно адвокатом, когда училась в пятом классе. У меня в моих родственниках многие юристы, но они немножко других профессий, и рассказывали всегда, вот мы собирались, гости, и всегда с большим интересом я слушала и понимала, насколько сложны и интересны профессии, и насколько нужны. Как и борьба с преступностью, это, конечно, несомненно важный аспект в деятельность любого государства и общества. И в то же время защищать людей, которые невиновны или оступились, или не настолько что-то совершили, чтобы нести настолько тяжкое наказание. И я выбрала эту профессию, потому что она благородная, сложная, требует большой отдачи души, и она почитаемая сверху Богом. Потому что, как я вам говорила, когда у нас Пасха и большой пост идет, то мы молимся еще за тех, кто находится в темнице, потому что люди попадают в беду, и иногда долго идут следствия, и не могут разобраться в виновности, или они страдают, и беспомощны, и, естественно, мы о них молимся, о спасении их души, и чтобы восторженствовала справедливость. Ларис, вы получили качественное образование. Расскажите, пожалуйста, как вы начали свой путь в профессию, но вот если вспомнить, как все начиналось? И, кстати, какая ваша первая запись в трудовой книжке? Моя первая запись в трудовой книжке, это я работала в суде. В суде начинала, это мне было 17 лет. Мы учились параллельно, у нас такое время было, когда мы закончили в школу, то после школы не принимали документы у школьников на юридический факультет, требовался стаж работы, в связи с чем, вот я пошла работать в суд с секретарем, и проработала там два года, потом перевлазь в коллегию адвокатов номер два города Самары. И, конечно, вот тот опыт работы, который черпаешь в суде, он играет огромную роль в дальнейшей работе. Это действительно та школа, вот практики и в совокупности со знанием, которое ты параллельно получаешь, конечно, это базовый фундамент, который очень мне помогает вот в дальнейшей профессии. То есть можно сказать, что это своеобразная школа жизни для жизни, верно я понимаю? Школа жизни, школа жизни и школа для юриста любого. Я считаю, что вот очень правильно начинать именно не принимать, когда ты еще не принимаешь решение, но ты смотришь, как творится это правосудие, это право, роль адвоката, прокурора, судьи, и видишь работу, и тем самым ты можешь почувствовать, где вот именно твоя стезя. И проработав в суде, я поняла, что, окончательно поняла уже, что хочу работать адвокатом. Скажите, как начался ваш путь в профессию? Помните свое первое дело? Да, я помню свое первое дело и фамилию помню, но сейчас не буду называть человека, потому что у него дело прекращено. Но было тоже сложное дело, оно у меня было сразу по соглашению, обратились люди с большой надеждой, чтобы я им помогла. И действительно, мы сначала изменили мир пресечения этому молодому человеку, а впоследствии суд направил дело на доследование, оно было прекращено. Это радость успеха, вера в свои силы, и что все сделало правильно. Хотя у меня очень сложный был, когда шел процесс, был очень сложный такой судья, приходилось бороться, но вот школа, где я работала в суде, она дает свой результат, и, конечно, получилось правильно отстоять интереса и, в конце концов, давиться справедливого решения. То есть вы хотите сказать, я вас правильно понимаю, что те надежды, которые вы для себя поставили, они, конечно же, оправдались? Да, они оправдались, и я нисколько не жалею о выбранном пути. Я люблю свою профессию. Она мне дает как много мыслей для раздумий вообще о смысле жизни. Конечно, мы сталкиваемся с разной категорией людей и видим ту большую разницу в ценностях людей, определенном слое людей. Действительно, мы смотрим и пробелы в законодательстве, и какие изменения в законодательстве вообще в обществе происходят. Но в то же время, да, конечно, в какое-то время было, может быть, работать интереснее, лучше, где-то было сложнее, но, в принципе, я не жалею об этой профессии, считаю ее необходимой и нужной во все времена. А вот какова философия, личная философия адвоката Ларисы Токидзе? Ну, что касается моей профессиональной деятельности, моя философия, то, что адвокат должен, если берешь защищать интересы клиента, то должен обязательно руководствоваться в первую очередь своей совестью и понимать боль и беду человека, которого ты защищаешь, что у него одна единственная надежность на тебя. Если мы говорим о системе наших органов, то практически все и следствия, и прокуратура, они, это огромный механизм, да, стоят на противоположной стороне, и адвокат один, вот один человек, должен найти все возможные предусмотренные законом способы для защиты интересов своего клиента. И, конечно, он должен иметь блестящее знание, быть очень умным и сильный характер. Только в таком случае можно победить. И, конечно, секрет мой в том, что адвокат должен быть расположен к своему клиенту, чтобы его хорошо защищать. А что такое расположенность к клиенту? Расскажите, хорошие отношения или, может быть, ну что это такое? Ну, вот бывают случаи, когда обращали, хотя я все время практически защищаю только по соглашению, но были случаи, когда люди обращались, и я, как бы, рассказывали одну ситуацию, ну, приходишь и знакомишься с делами, с какими-то сериалами, и понимаешь, что они тебе рассказали неправду. И твои внутренние, так сказать, нравственные принципы не позволяют. Ну, не смогу я вот этого человека защищать, потому что я считаю, что он заслуживает защиты, но я не смогу. У меня очень трудно для меня, например. Конечно, если видишь, что человек невиновен, а очень, конечно, стараешься помочь ему и расположен к этому человеку. Ну, бывают такие случаи, что оступился в чем-то, там, или действительно какие-то сложились вот ситуации в жизни, вот, бывает, да, знаете, ну, он сам по себе, по натуре, по своей, не преступник. Потому что люди, которые в преступном мире, там, живут всю жизнь, как бы, и воспитывают с ним, это люди совершенно другие. Они живут в перевернутом мире, у них не существует ценностей. И, конечно, когда видишь, что человек действительно может, это просто его какой-то неправильный шаг, что-то где-то... В стечении обстоятельств, да, в стечении обстоятельств, да, то стараешься ему помочь. Но ты видишь, что он тебя понимает, и ты его понимаешь, и таким образом, вот, делаешь все возможное, чтобы ему помочь. Ларис, вы заговорили о несовершенстве законодательства. Давайте этой темой коснемся поподробнее. Вот, когда вы занимаетесь своей профессиональной деятельностью, вы так или иначе с этими несовершенствами сталкиваетесь. Вот, вы, как высококвалифицированный юрист, в чем видите необходимость совершенствования законодательства? Вот, я могу сказать, я больше, конечно, занимаюсь, вот, моя работа, моя деятельность связана больше с гражданским правом. И, действительно, сейчас у меня в вопросах недвижимости, это земельные участки, объекты незавершенного строительства. Вот, обманутые дольщики. И, значит, я полагаю, что, действительно, надо совершенствовать законодательство. И я опять обращаюсь внимание на пандентные права, которые в Германии существовало, о том, что у нас тоже надо вести такое понятие вечных прав, как застройка земельного участка, то есть суперфиции, который был в кодексе приблизительно в 2022 году. И тогда, если мы исключим аренду земельных участок, а закрепим, как на праве вечном, вот, земельный участок за дольщиками, тогда не будет этих обманутых дольщиков, потому что этот же участок не могут, несколько раз не смогут передавать. Потому что вечное право, оно, как бы, бытует мнение в гражданском праве, оно имеет приоритет перед обязательным правом. Договоры аренды – это обязательное право, а квартиру они получают в право собственности. И поэтому не может право собственности, которое выше стоит, чем право обязательное, базироваться на том праве, которое может зависеть от уполномоченных лиц, в то время как право собственности – оно абсолютное право. – Вот вы сейчас сказали как раз о обманутых дольщиках. Скажите, пожалуйста, вот люди, телезрители наши, возможно, которые сейчас смотрят нашу программу, могут вам обратиться с этой проблемой? Если да, то расскажите как. – Могут, могут обратиться в нашу коллегию адвокатов номер 21. У нас есть очень хорошие адвокаты, и мне всегда везло с коллективом, где я работала, что в суде, что во второй коллегии адвокатов, консультация тогда называлась юридическая. И в нашем есть много грамотных юристов, адвокатов, у нас в коллегии адвокатов – адвокаты. И вот телефон могу дать нашей коллегии адвокатов номер 21, 263-49-63, мы находимся в Николае Паново, 20. И там либо я, либо, может быть, другой адвокат, либо мы совместно можем помочь в какой-то проблеме, и обговорить определенное дело, и помочь в решении ситуации, той или иной ситуации, которая возникает у людей, не только у дочек вообще, которые связаны с недвижимостью, объектами незавершенного строительства. И когда человек теряет свои деньги, не может получить ни помещение, ни деньги. Вот периодически вы телефоны назвали, но периодически, уважаемые телезрители, на ваших экранах появляются телефоны. Возьмите их, пожалуйста, себе на заметку. Лариса, вот немножечко еще в продолжении этой темы. Люди, есть, к примеру, такая проблема у жителей. Это очень острая тема, что далеко ходить, интернет пестрит различными предложениями. Но вот скажите, пожалуйста, а с чего нужно начинать? Просто позвонить и прийти на консультацию, помогите, расскажите, как это нужно грамотно сделать, чтобы действительно попасть на прием и получить профессиональную помощь? Ну, во-первых, надо принести, все начинается у нас возникновение прав и обязанностей, возникает из договора, в том числе договора, там, долевого участия в строительстве, либо иного вида договора, который подразумевает договор долевого участия в строительстве. Конечно, важный момент, что он должен быть зарегистрирован в палате недвижимости управления, в нашей кадастровой палате. Если не зарегистрирован был, то считается, что сделка не заключена. Но даже в этом случае, хотя есть определенные правовые механизмы для того, чтобы помочь этим людям, ну, конечно, надо конкретные случаи каждый разбирать отдельно, и вот документ, пакет документов они должны предоставить адвокату, и таким образом мы будем искать какие-то пути решения, если они и есть. И таким образом, если заключаем соглашение, там, да, участвовать в суде. То есть уже в частном порядке, то есть необходимо, я так понимаю, записаться на консультацию и принести пакет документов. Ну вот, кстати, Лариса, бытует мнение о том, что, я не знаю, как это происходит в частности, приходят люди к коллективам, но, может быть, все-таки делегировать одного человека, чтобы разбираться, да, чтобы не сидеть в очередях и так далее и тому подобное. Вот скажите, дайте несколько советов профессиональных людям, которые, возможно, сейчас определились. Ну, сейчас, конечно, лучше разговаривать, ну, с двумя-тремя человеками, которые имеют хотя бы юридическое образование, потому что, естественно, тебя может понять только тот человек, который имеет соответствующее образование. Если люди не имеют там образования, не могут всегда понять всех тонкостей, которые мы говорим, то, естественно, с ними труднее говорить и объяснять что-то. Поэтому, конечно, лучше делегировать уполномоченных людей, которые будут представлять тот иной коллектив. Спасибо. Ну что же, телефоны периодически будут появляться на ваших экранах. Возьмите их себе на заметку. Я думаю, что обязательно вам пригодятся. Ларис, скажите, пожалуйста, а вот что для вас в профессии адвоката в 21 веке? Ведь не секрет, мы с вами об этом беседовали. Раньше это были стряпчие. Но вот вы знаете, общаясь, я никого не хочу сейчас обидеть, может быть, и остались сейчас, ныне, стряпчие? Действительно, если мы возьмем историю развития адвокатуры, ну, я сразу хочу обратить внимание, что колыбель, континентальная адвокатура, это Франция, и когда создавалась адвокатура, то говорили, что это сословия столь древние, как магистратура, столь необходимые, как справедливость, и столь возвышенные, как добродетель. Это канцлер Тагисо при Людовике XIV сказал, и далее Робеспьер сказал, что только в этой профессии сохранилось мужество истины. И вот эти слова, которые изначально, для чего создавалась адвокатура вообще? Она же это очень древняя профессия, которая ценится во всем мире, цивилизованной мире, особенно в Европе, в Америке, да? Она очень престижная, много фильмов про адвокатов, вы знаете, много книг об этом пишется, вот. Но истинное назначение адвоката – это помогать людям. Это у нас очень похожая профессия с врачами. И главный принцип адвоката – не навредить клиенту своему, и сделать все возможное, чтобы ему помочь, ну, насколько это вообще возможно в той иной ситуации. Поэтому я считаю, что главный, так сказать, козырь адвоката – это его, во-первых, желание помочь. Я опять обращусь к его знаниям, умам. Совокупность тех знаний, которые он получил, это, конечно, образование хорошее, образование должен иметь. И если мы возьмем, то действительно, вот историю развития адвокатуры, то действительно там были стрябчие, которых брали не обязательно с таким образованием, как и на адвокатов, и учились их дольше в царской России. И брали оттуда только из дворян, потому что человек, который вырос на определенных ценностях и устоях, только он может помочь и понять тонкости души, знать, что можно рассказать, чем можно обидеть, что, в какой ситуации лучше сказать этому человеку, чтобы ему помочь, чтобы его вдохновить. То есть это еще и тонкая психология, ко всем прочим. Да, обязательно адвокат, обязательно должен быть хорошим психологом. Ларис, у вас за плечами очень много громких побед. Скажите, а может быть, каким-то конкретным делом вы гордитесь? Да, конечно, любому адвокату приятна победа, который сам сделал эту победу своим знанием, умом, профессионализмом, характером. И каждый раз, когда выходишь из суда, выиграв дело, я выхожу и говорю, например, себе, я сегодня зауважала себя в 50-й раз, например. Конечно, очень приятно. Да, есть памятные дела, я фамилии не могу называть. Это у меня был человек, который задерживали гражданин Прибалтики, его задержали в Сызране. Он сидел под стражей. В конце концов, во всем разобрались. Его освободили. Он уехал снова в Прибалтик. Сейчас он живет в Лондоне, открыл свой бизнес. Было, да, очень, потому что это настолько было сложно. Вот мы ездили в Сызране, я спала по три часа в сутки. Очень было сложно. Но это была действительно победа. И также были дела и в судах, когда я выигрывала. И было это приятно. Есть памятные дела, которые на всю жизнь, наверное, остаются. Если я в последующем буду писать и излагать это на бумаге для своих, так сказать, потомков, и в том числе юристов, то обязательно опишу определенные дела, чтобы показать и работу адвоката, и вообще вот эти исторические моменты на какой-то в наш определенный период. И, так сказать, показать, как, что надо, в чем суть работы адвоката и как выиграть, например, то или иное дело. Ларис, у нас есть приготовленный видеоряд. Я попрошу сейчас его показать. Ну, а вопрос у меня будет такой. Есть расхожая фраза «Я требую адвоката». А что она означает в сегодняшней жизни? Я требую адвоката. Я хочу сказать, что, значит, это право на защиту, это конституционное право. Конституция, наверное, имеет прямое действие. И вот когда, вот здесь вот показывали видеоряд, когда в ходе, приехав на научную конференцию в МГУ в городе Москвы, Московский государственный университет имени Ломоносова, мы научным сообществом были в Государственной Думе Российской Федерации, как раз когда был День Конституции, День Юриста, и говорили о том, с трибун говорили, с многими людьми, насколько необходимо соблюдать Конституцию, и недопустимо нарушение Конституции. И вот если взять опыт западно-германской правовой системы, на которой наиболее близка наша система, ну, конечно, еще много можно было бы каких-то элементов перенять, то, значит, там за нарушение судом конституционных норм очень серьезные последствия идут, как и за ссору с адвокатурой, так сказать. Вот это уже это право на защиту. И, как бы, естественно, должны это учитывать и реализовать, дать возможность реализовать это право. Что, говорится, требуя адвоката, то есть, да, любой человек имеет право на защиту, но если у него нет соглашения на какой-то момент, то наш палат адвокатов всегда предоставит им адвоката, и которые в последующем будут его защищать. И очень много адвокатов, которые вот по требованию выступают, но они все равно хорошо защищают, добросовестно. У меня у самой было дело, когда я только закончила университет. В 1993 году я защищала по требованию одного человека, фамилию сейчас тоже называть не буду, в Самарском областном суде, и это было убийство, тогда была со второй статья. И открыв дело, я видела, что он все следствие признается, свою вину, все следствие признавало свою вину. Но ознакомившись с материалами дела, я поняла, что он не виноват. Я попросила провести несколько экспертиз, несколько раз суд направлял на доследование неоднократно, потому что из одной экспертизы следовала другая экспертиза. Это была очень хорошая законодательная норма, когда суд мог направить на доследование, и в конце концов выяснилась его невиновность. Вот этими рядом экспертиз, несмотря на его признание, потому что бывают разные ситуации, почему человек признается, и вынес оправдательный приговор. Вот по делу было по требованию, то есть защищало как положено, и много адвокатов у нас, которые защищают по требованию, все равно правильно, хорошо все защищают. Ларис, ну в чем секрет успех адвоката в принципе? Ведь из чего складывается ваш профессиональный успех? В большом гонораре, в выгорном деле, или вот в работе, где возможно в том, что вот, к примеру, как у вас, нет ни одной свободной минутки? Ну, успех, я сразу хочу сказать про гонорар, да, но это вообще высокооплачиваемая работа везде, потому что у нас и законно, мы не можем заниматься никакой другой деятельностью, кроме научной и творческой деятельностью, и работа адвоката относится также к творческой профессии. Я хочу сказать, что секрет успеха и смысл работы адвоката не в том, чтобы заработать много денег. Я все время говорю, я вот преподавала, когда в институте, с вами студент, он говорил, если вы хотите заработать много денег, идите работать предпринимателями, значит, в бизнес идите. Адвокат идет не для того, чтобы в первую очередь заработать деньги, а для того, чтобы помочь людям защитить закон. Ведь адвокат тоже идет защищать закон. Вот я вам приводила примеры, и именно на кафедрах присяжных поверенных рождались первые нормы законодательства, которые вносились потом в те или иные нормы, да, кодексы. Потому что адвокат, он сталкивается и с нормой права, и с живым материалом. И вот с этих трибун, когда были судебно-присяжные поверенные, звучало именно какие-то несовершенства, и что... И вот тогда был суд присяжных, конечно, и благодаря этому много очень дел выигрывалось. Поэтому в первую очередь он идет защищать закон и интересы людей, а не зарабатывать деньги. Так успешный адвокат — это? Успешный адвокат — это адвокат, который выигрывает дело своим знаниям, умом, своим характером, своим профессионализмом, и который находится в том обществе, в том социуме, который умеет правильно оценить этот талант, и правильно оценить, и, значит, понять этого человека, и найти должное ему место в обществе. Потому что чем цивилизованнее общество, тем выше роль адвоката. Ларис, а что вам еще интересно, помимо вашей профессиональной деятельности? Ну, конечно, очень бывает тяжело душевно и морально, когда сталкиваешься с определенными делами, очень сложные дела бывают. Конечно, мне интересно, я очень люблю искусство, я вот увлекаюсь в свободное время, пишу стихи. Вот, кстати, я могу книжечку вам первую, да, публикацию? Спасибо большое. Значит, кроме этого, вот я занимаюсь научной работой, пишу статьи научные по гражданскому праву, вот имею публикации, ну, неоднократно, я просто два сборника только принесла, в научных трудах Российской Академии Юридических Наук, которая издается по результатам конференции Московского государственного университета. Вот данное издание, оно очень уважаемо на территории Российской Федерации, то есть это как бы первый, один из первых сборников, который фактически иногда даже приравнивается к ваковским журналам, то есть занимаюсь, вот стараюсь совершенствовать законодательство, хотя, в принципе, вот если взять уголовное законодательство, уголовное право, уголовный процесс, то, в принципе, законодательство, оно неплохое, просто его надо соблюдать. Вот у нас хорошие принципы заложены в уголовном праве, в уголовном процессе, то, что, вот статья 6 Уголовного процессуального кодекса, что тоже суд должен понимать, что лицо, которое невиновное, оно должно защищать тоже интересы не только тех, кто пострадал от преступлений, но и защиту невиновного человека от незаконного осуждения. И их просто надо соблюдать, потому что принципы, это те правила, на которых базируется все, это фундамент нашего законодательства. И вот когда я бываю на научных конференциях, там были вот раньше, когда не было санкций, приезжали из Германии ученые, из Италии, и они все время говорили, а почему у вас пишут принципы вообще? У вас что, когда вы получаете образование, вы это не проходите? То есть у них настолько обязательно идет все те знания, которые получили они в университете, при реализации, в ходе своей работы, они должны принимать все знания, все. Для того мы и учимся так долго, чтобы вот изучаем такие науки, как история, логика. История — это вообще очень важная наука, которая позволяет анализировать ту или иную ситуацию, давать ответ на почему это произошло, для того, чтобы не допускать дальнейших таких ошибок, которые имели место, и в том числе и ошибок, которые в законодательстве. Единственное, я хочу заметить, что когда защищаешь женщин и применяются к ним меропресечения, то я хочу сказать о том, что многие женщины имеют маленьких несовершеннолетних детей, и это настолько должно быть большая, то есть серьезные преступления и абсолютная доказанность, абсолютные фактические данные, то есть доказательства в деле ее виновности, потому что суд, он ведь наказывает до одного человека, но как страдает ребенок, как плачет его сердце. Это же никто не видит. И вот эти последствия, которые... И сегодня не только один человек, но еще два-три человека, они должны обязательно учитываться, я полагаю, на законодательном уровне. Ларис, не хотелось бы прощаться на такой грустной ноте. У нас осталась одна минута до конца нашего с вами разговора. Сегодня праздник. Давайте мы грустные мысли, которые неизбежно, к сожалению, связаны с вашей профессией, все-таки оставим. Я хочу предоставить вам слово для поздравления ваших коллег с теми людьми, с которыми вы работаете ежедневно. Пожалуйста. Уважаемые мои коллеги, адвокаты и вообще все юридическое сообщество. Я от всей души и от имени всех адвокатов поздравляю вас с праздником, Днем юриста. Это праздник государственного уровня. Я призываю вас, чтобы вы всегда защищали закон, интересы людей, были непреклонны перед различными событиями в жизни, которые ломают или что-то позволяют не исполнять закон или не делать каких-то действий. И я считаю, что всегда добро побеждает зло. Поэтому я желаю быть на защите добра. Спасибо вам большое. Вы сегодня столько ценных советов дали нашим уважаемым телезрителям. Спасибо, что именно в этот день вы пришли и рассказали о такой сложной, но очень важной, важной, я еще раз повторяю слово важной профессии адвоката. Я желаю вам удачи, успехов, и чтобы вы, каждый раз, выходя из зала суда, гордились собой. Спасибо большое, Елена. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город С». Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова